Это Ирина. В свои 15 лет она такая же активная, любознательная и весёлая, как её сверстники. Но есть одна особенность – с самого рождения Ира не может ходить. Почти 15 лет назад, как гром среди ясного неба, прогремел страшный диагноз врачей – детский целебральный паралич. Нам сначала ничего не говорили об этом, что там какие-то проблемы с ребёнком. Потом выяснилось, что это родовая травма. Лечимся мы с 7 месяцев. Первый раз, как мы в больницу легли, с 7 месяцев, когда подозрения только ставятся на ДЦП. И вот с того времени у нас до и после. Но Ира вместе с родителями не сдаются и верят в лучшее. Ещё в раннем детстве в ней заметили актёрскую нотку. И вот уже 5 лет Ирина посещает театральную студию для детей с ограниченными возможностями. Занятия в студии проходят по системе Станиславского. Дети изучают актёрское мастерство и культуру речи. Девочке очень нравится, ведь она обрела много друзей. С подругой Кларой они не разлей вода. Всегда вместе у них общие интересы. Сопереживают с ними зритель. И не потому, что они в другой физической форме, и им дают лауреата первой степени. А то, что когда они выступают, залы у нас поднимаются и просто аплодируют со слезами на глазах. Девочки неоднократно становились лауреатами разных конкурсов, в том числе и краевого масштаба. Но на этом останавливаться не стали. Каждая прошла сложный отборочный тур на всемирный паромузыкальный фестиваль, который в эти дни стартует в Костромской области. Я повезу стихотворение, которое называется «Дьявол». Ого! Какое название? А ты? Я разговор с жизнью. Я пригласила жизнь, своё на чай. Она мне нравится, и многие люди считают, что я сама пишу стихотворение. Хотя это не так. Девочки волнуются перед конкурсом и слегка боятся лететь на самолёте. Но жажда новых впечатлений и желания исполнить свои главные мечты побеждают страх. Я хочу стать актрисой и волонтёром, потому что помогать больным деткам, у которых нет родителей. А ты, Ира, о чём мечтаешь? У меня много проектов, много желаний, которые я бы хотела воплотить. Но самое главное – это научиться ходить, потому что я хочу поехать в другой город учиться. Мы стараемся думать только о хорошем, даже если всё очень-очень плохо. Всё равно надо видеть позитивный свет. Иначе, если каждый человек будет видеть в нашей тёмной жизни, нет, не всё так плохо. Каждый день для них борьба. Борьба за жизнь, борьба за здоровье. И рано или поздно, верят девочки, они обязательно победят. И не только в конкурсах по актёрскому мастерству. Екатерина Сегеда, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.